На Пионерском проспекте построят отель «Фиолета», который может стать новой жемчужиной Анапы. Глава курорта Юрий Поляков, вице-губернатор Кубани Василий Швец и учредитель санаторного комплекса «Жемчужина» Валерий Димоев подписали трехстороннее соглашение. Проект предусматривает капитальный ремонт существующего корпуса, благоустройство прилегающей территории, строительство открытого бассейна, спортплощадки, а также двух новых корпусов. Сумма инвестиций – 250 миллионов рублей. Срок реализации – 2019-2021 годы. По словам Юрия Полякова, цитирую, «Наша задача – постоянно улучшать качество обслуживания, привлекать туристов новыми яркими объектами. Отель «Фиолета» – интересный курортный проект класса «4 звезды» с бассейновой зоной, спортплощадкой, кинотеатром – все в современном стиле. Уверен, что он будет востребован нашими гостями». Конец цитаты. Также Юрий Поляков, вице-губернатор Кубани Василий Швец и директор ООО «Табрис» Александр Чуб, подписали соглашение о строительстве на курорте супермаркета «Табрис». На его территории будет размещена удобная автомобильная парковка, внутри представлено более 12 тысяч товаров повседневного спроса, а также эксклюзивные и необычные продукты из разных стран мира. Стоимость проекта – 500 миллионов рублей. Срок реализации – 2019-2021 годы. «Анапа в последние годы очень активно развивается», – отметил Василий Швец. «Табрис – наша региональная очень серьезная компания, уверенно стоящая на ногах, и соглашение, которое мы подписали, напрямую говорит о том, что потребительская сфера курорта продолжает эволюционировать». Конец цитаты. Двустороннее соглашение о строительстве многофункционального центра по хранению и переработке плода овощной продукции было подписано главой «Анапы» Юрием Поляковым и генеральным директором ООО «СТР Юг» Алексеем Явлашовым. Комплекс будет оборудован современными холодильными камерами. Планируется создание собственной логистической компании, а также сервисной организации для удовлетворения нужд потенциальных клиентов. Стоимость проекта – 255 миллионов рублей. Срок реализации – 2019-2021 годы. По итогам сочинского инвестфорума делегация «Анапы» подписала соглашение о реализации на территории города-курорта пяти крупных проектов на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа. Регион.